В Екатеринбург прибыла делегация Русской Православной Церкви за границей. Архиепископ Монреальский и Канадский Гаврил совершил Божественную Литургию в Державном Храме Мужского Монастыря Святых Царственных Стристотерпцев в урочище Ганина Яма. Вместе с гостем молились глава епархии митрополит Кирилл и епископ Нижнетагильский Невьянский Евгений. Главу Монреальской епархии встречают в Уральском монастыре. Эта кафедра была учреждена 12 октября 1930 года как Монреальское викариатство Североамериканской епархии. Сейчас представители Канады и других стран совершают паломничество в Россию в год столетия подвига царской семьи. И хранителям церкви православной аппетит, всего ради со страхом Божиим, царское служение и в душах попечения совершил яси. Митрополит Кирилл обращаясь к молящимся с архипастерским словом, приветствовал гостей русской и зарубежной церкви, которые приехали, чтобы совершить паломничество и поклониться святыням, и начали эту поездку с Екатеринбурга, монастыря царственных старстотерпцев на Ганина Яме и Алапаевска. Для нас поэтому сегодня очень важно присутствие здесь тех, предки которых когда-то оказались отверженными своей Родиной, но которые никогда не оставляли своей Родиной в своих молитвах, в своем сердце и в своей церкви. И поэтому сегодня для нас большой праздник и большое утешение. Владыке Гавриилу и всем гостям, участникам делегации, митрополит Кирилл преподнес на память о посещении этого святого места и в благодарность за совместную молитву образ святой царской семьи. В ответном слове архиепископ Гавриил поблагодарил митрополита Кирилла за возможность быть в этом святом месте. Молитва митрополита царственных мучеников Господь поможет русским людям воцерковиться по-настоящему, вспомнить трагедию происшедшего и никогда не возвращаться к грехам прошлого, а именно понимать, что русская земля несет особенную миссию перед Богом, даже не только перед своим Отечеством, но перед всем миром. В дар митрополиту Кириллу глава зарубежной делегации преподнес икону святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Продолжение следует...